Дорогие друзья, у нас скоро семинар, который называется «Сказская терапия». Иногда я его называю миф, в котором мы живем. Исходит он из очень простой вещи. Человек – существо в значительной степени иррационально. Кроме рациональности, все мы рациональны, но в то же время мы иррациональны. Символически это отражается в том технически, что у нас есть левое полушарие, полушарие логики, чётких схем, понимание, инженерное мышление. И правое полушарие, которое воспринимает только образы. В основном работает с образами, с архетипами, с большими вещами, про которые мы могли слышать из курсов. Занимательная психология и так далее. Так вот, у каждого из нас есть любимая сказка. И в ней есть любимые и нелюбимые герои. И это отражение неких глубинных сценариев, которые действуют в нашей культуре, в нашем культурном пространстве. Хотите вы того или нет, свободны ли мы, как птицы или так далее. Мы родились в этой культуре, выучили этот язык или другой язык. И на нас действуют определенные сценарии. И вот эти сценарии очень сильно сказываются на степени свободы, которой мы можем прожить свою жизнь. Напрямую бороться с ними, конечно, не надо, мы это с вами будем отдельно обговаривать. Но знать их — это очень полезное знание на себе, к сожалению, о себе. Человек рождается в эту жизнь, не получая инструкцию, как обращаться с собой. Вот этот семинар — это попытка, хорошая попытка, правильная, действенная, практическая, написать штук пять страниц очень важных к этой нашей инструкции к самому себе. Вопрос познания самого себя и других. Логика очень простая у человека. Человек живет обычно с базовым несбалансированным противоречием. У него есть полюс положительный, есть полюс отрицательный. Вот это сознание — это подсознание. Главной драмой в жизни человека — так мы устроены, так работает дисциплинарное общество, в котором мы воспитаны — это драма между сознанием и подсознанием. Вместо того, чтобы дружить, у нас здесь кровавые реки, наполненные нашими слезами, скорее, зубовными, гиенными, огненными. И основная проблема человека в том, что он активно борется со своим подсознанием, пытаясь соответствовать социальным каким-то образцам, на них ориентироваться. В последнее время, последние лет триста, под лозунгами «свобода» и так называемые, и так далее. Хотя, с точки зрения подсознания, никакой свободы есть, есть только предназначение. Поэтому предназначение надо пройти, на него нужно сосредоточить свои средства, все свои силы. И в какой-то момент, обычно после тридцати пяти, люди изрядно побитые жизнью, начинают задумываться второй раз. Раньше мы в детстве это помним, потом второй раз начинают задумываться на тему, а может, все-таки не все так случайно в моей жизни. Обстоятельства места, рождение, то, что я верю, что я считаю важным, за что я хочу бороться, то, чего боюсь. И приходит время разобраться. Главное, приходит раньше, но позже. Мы любим и ждем всех. И здесь я даю вам инструментарий. Это один из немногих практических семинаров, где я работаю только с вами. Ни на видеоотрывках, ни на чем-то, только с вами. И инструментарий очень простой. У сказки есть положительный герой, который вам очень нравится. Есть отрицательный герой, который вам не нравится. Первое открытие, которое вас ждет, в 95% случаев вы ведете себя как отрицательный герой, а положительного вы на самом деле ненавидите. Так срабатывает тень, которая сидит здесь, и мы с ней будем разбираться. Но я вам дам технику поиска себя. Себя ближнего через скрещивание положительного отрицательного героя и себя как дальнюю цель развития, перспективную, через еще одну трансформацию, которую мы изучим, как здесь производить. Сугубо практически конкретная формула. Делайте это, получаете. Таким образом вы поймете роли, поймете сценария, поймете качества, в которые вы работаете, которые на вас легли в связи с тем, что вы получили. Вы конкретное такое воспитание, в конкретной культуре прожили свою уникальную жизнь и получите ближнюю и дальнюю цель развития. А кроме того, неплохой инструментарий понимания самого себя. Это дорогого стоит. Далеко не все люди могут ответить на вопрос, что мне делать в ближайшее время, куда мне лично расти. А уж что там с дальней целью развития, целью развития всей жизни, это вообще большой вопрос. На этот вопрос вы получите ответ. Приходите, жду с нетерпением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова